Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Карта брошена. Какую дорожную схему разработали в Берлине члены Нормандской четвёрки? Бюджетное противостояние. Какими ультиматумами обменивались парламентарии во время обсуждения бюджета? Равнение на выживание. Будут ли в Одесской области оплачивать коммуналку по новым тарифам? Бездонная реформа. Сколько ещё денег выделят новой полиции? Закон отпущения. Чем глава МВД объясняет рост преступности в Украине? Четвёрка встретилась. Результаты переговоров Ангела Меркель, Франсуала Анда, Петра Порошенко и Владимира Путина – это одна из главных тем сегодняшнего дня. О чём договорились лидеры Нормандского квартета в Берлине? И кто кого переиграл? Татьяна Лагунова расскажет подробнее. Встреча Нормандской четвёрки – это тот случай, когда результаты переговоров обсуждают и трактуют намного дольше, чем эти переговоры продолжались. Лидеры провели за закрытыми дверями пять часов и разъехались, а журналисты, политологи и политики ещё долго будут спорить, кто выиграл, кто проиграл и вообще кто чего добился. Дорожная карта для Донбасса – документ, который предусматривает последовательное выполнение всех пунктов Минских соглашений. Договорённость о её создании – главный итог переговоров Ангелы Меркель, Франсуала Анда, Петра Порошенко и Владимира Путина в Берлине. Идея принадлежала Украине, четвёрка её одобрила. Карту поручили разработать министром иностранных дел до конца ноября. И это одно из главных достижений украинской стороны на переговорах. Левую часть обговорения, я думаю, на это пошло у нас больше, майже четыре години, это было обговорение безопасных вопросов. И чётко наголошено, что все складовые безопасных вопросов Минских соглашений есть складовой частью дорожной карты и планом имплементации. Мается на увазе и выведение иноземных войск, и безперешкодный доступ специальной мониторинговой миссии ОПСЕ до всей оккупированной территории. Ему войдётся и до линии заткнений, и до мест так званых сил в сторож, мест отведения техники, и щё до неконтролёванной делянки украино-российского кордона. Российская делегация летела в Берлин, чтобы продавить реализацию политической части Минского пакета. Тему удалось поднять, о выборах на Донбассе четвёрка тоже говорила, отметив сначала безопасность. Взамен в Москве, видимо, пришлось пойти на уступки, поддержать идею размещения на Донбассе вооружённой полицейской миссии ОПСЕ, и согласиться на разведение войск на четырёх участках линии соприкосновения, включая Дебальцево. Россия предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой конституции, на основе которой можно было бы привести предварительные выборы и добиться согласования позиций предварительно между всеми конфликтующими сторонами. Достижение Европы, Германии и Франции уже сам факт встречи лидеров нормандской четвёрки. Меркель, Аланд, Порошенко и Путин не встречались больше года. И то, что они снова сели за стол переговоров, для Парижа и Берлина своего рода знак. Нормандский формат жив и альтернативы минским договорённостям пока нет. Мы обсудили все темы и заявили о готовности разработать эту дорожную карту, но впереди ещё много работы. А чтобы работу ускорить, Ангела Меркель предложила встречаться чаще. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Отсутствие совместного заявления лидеров нормандской четвёрки говорит о том, что до общего мнения пока далеко. Так считает представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по регулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма. Его комментарий опубликовал на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Дарко Олифер. Очень важным аспектом встречи, по мнению Кучмы, было подтверждение безальтернативности нормандского формата и минских соглашений. Берлинские договорённости комментировали сегодня и народные депутаты. Вот как представители различных фракций оценивают результаты встречи в Германии. Я считаю, что это следующий шаг к забезопасению мира на Донбассе. Если их не делать, то ничего не будет. Мы, как фракция, как партия, категорично не поддерживаем проведение выборов на Донбассе. Не поддерживаем, потому что это легализация окупации. Фракция не за каких условий не поддерживает особенного статуса Донбасса. Не при каких условиях. Не особенного статуса Донбасса, который сруйнует украинскую суверенность. В этой форме, которая предлагается в Минских угодах. Не выборам на Донбассе. Это политическая атомная оружие. Нужно идти по дорожной карте, отбудовать дорожную карту. Дуже рады тому, что дополнительные зоны развода важной артиллерии будут. Дуже рады тому, что будет больше миссия АБСЕ контролировать створение зон бесконфликтных. И считаем, что это доброе, потому что начался снова диалог. И мы считаем, что это реальный крок разблокования минского формата, который в последний час был просто заблокован и запрещен. Впрочем, нардепы больше были заняты бюджетными дебатами. В ради сегодня самого утра обсуждают смету на следующий год. В зале даже анонсировали принятие документов в первом чтении. Но у фракции, как всегда, масса условий, и не только доходно-расходных. Каких узнаем от Екатерины Лесенко. А еще нардепы определили, как праздновать 200-летие Львовской политехники. Постановление внесли в повестку дня с руки. С даже руки попытались снова протолкнуть законопроект о спецконфискации. Спикер трижды убеждал зал поддержать идею. Спецконфискация, подготовленная урядом, обговоренная со всеми фракциями. Лишень порядок дневной сессии. Прошу проголосовать. Но трижды голосования провалили. 129 за. Это плохой знак для начала нашей работы, коллеги. Единственная фракция, которая пытается протолкнуть спецконфискацию, Народный фронт. Но они сегодня с трибуны из-за провального голосования не возмущались. Видимо, правоспитча отдали Яценюку. Тот сам пришел в парламент, правда, давать комментарии он может только в кулуарах. Наша фракция приняла решение голосовать за спецконфискацию и голосует. Наша фракция считает, что эти активы должны быть возвращены к государственному бюджету. В Раду неформальный глава фракции Яценюк без портфеля, депутатского и премьерского, пришел с ультиматумом. Дескать, фракция не даст голоса при бюджетном голосовании. На что коллеги по коалиции нашли контраргументы. Я считаю, что депутат должен идти не шляхом ультимата, а шляхом ответственности перед выборцами. Я не уявляю, что народный депутат из любой фракции должен сказать своему выборцу, когда бюджет на 2017 год не будет принят. Кто возьмет на себя такую ответственность? Если бы это был закон о конфискации грошей Януковича, я бы первая проголосовала за этот закон вместе с всей фракцией. У кого-то есть суммы, что, возможно, я больше за любого хочу притяжения Януковича до криминальной ответственности. И вы помните, как он расправлялся с нашей командой, с Украиной, со мной лично. Поэтому закидать мне, что я за Януковича, это без глузда. Но закон, который называют спецконфискацией грошей Януковича, это закон про каждого из вас. И параллельно с провалом спецконфискации нардебы прогнозируют, насколько успешным будет принятие проекта госбюджета. В профильном комитете внесли порядка 500 правок, чтобы вернуть правительству документ на доработку. Бюджетный комитет выкладывает доручения уряду, как, насколько я понимаю, должно быть сформулировано до второго читания то или иное положение, выходя из наших поправок. Мы будем поддерживать только тот бюджет, который решит, хоть не намного, но решит проблему бедности населения. До этого мы дали соответствующие пропозиции. Наши пропозиции мы дали вчасно, согласно регламенту бюджетный комитет. Они реалистичны и они как раз допомагают суспільству побороти бедность. Потому что там додатково показаны джерела надходения додатковых ресурсов в бюджет. И эти додатковые деньги должны быть применены на социальные выплаты. На жаль, из наших правок ключевых, не врахованы правки, которые касаются показников загальных макроэкономических бюджетов. То есть по доходной части ни одна правка не врахована. Есть очень качественные вещи, какие социальные, поднятие стандартов, поднятие зарплаты вчителям и так далее. Но в этом бюджете есть три очень больших дыры. Больше 5 миллиардов можно сэкономить, если дадут ответы. Мы строим полицейскую государство, потому что на управление МВС и на Генеральную прокуратуру увеличивается финансование. Перед голосованием нардепы, очевидно, в которые разрешали, чтобы поддержать, что нет. А после обеденного перерыва приступили к смете. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самщенко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Индер. О том, чем занимались народные избранники после обеда в местном буфете, мы узнаем у моего коллеги Ярослава Кречки. Он с нами на прямой связи. Ярик, добрый вечер. Расскажи, каковы итоги вечернего заседания. Да, Наталья, фактически на вечернем заседании депутаты рассматривали бюджет следующего года в первом чтении. Хотя формально голосовали за постановление профильного комитета с замечаниями и предложениями к правительству. Дискуссия продолжалась два часа. Депутаты похвалили Кабмин за то, что своевременно подал смету страны в Раду, но в то же время критиковали документ за тарифную политику, недостаточное повышение соцстандартов, недофинансирование медицины и образования. В свою очередь премьер Владимир Гройсман заявил, что бюджет сохраняет систему финансовой децентрализации, значительную часть инвестиций направят на строительство дорог, а соцстандарты в целом повысят на 10%, а зарплаты медиков на 20%, а учителей на 30%. Премьер призвал все фракции объединиться и ко второму чтению подготовить более качественный документ. Это не бюджет 2017 года Гройсмана. Это бюджет нашей большой европейской страны. К страны, которая, на больший жаль, находится не один год и, напевно, не одна десятилетия в состоянии стагнации. И если мы сегодня можем дискутировать, что мы могли бы сделать лучше этот бюджет, напевно так, но это должна быть наша общая с вами работа. В итоге за постановление проголосовали 230 депутатов. Теперь Кабмин должен рассмотреть предложения нардепов и внести обновленный вариант бюджета через две недели. А согласно регламенту, утвердить смету страны на следующий год должны до 1 декабря. Наталья. Спасибо, Ярослав. Ярослав Кречко с подробностями вечернего заседания парламента. Хочется верить, что принятие бюджета 2017 во втором чтении не затянется на несколько месяцев, как было в прошлые годы. Я напомню, предыдущие три сметы принимались в попыхах в сентябре 2014-го. Бюджет Яценюка нардепы утвердили буквально под новогоднюю елочку после 10-часового согласования и визита в Раду президента. Потом еще целый месяц вносили правки, а финальный вариант главного финдокумента страны Порошенко подписал только 31 января. В прошлом году правительство внесло проект бюджета вовремя, 14 сентября, но сразу же отозвало и вернуло его в парламент лишь через два месяца. Поэтому Рада утвердила его во втором чтении, опять же, под Новый год, 25 декабря. В регионах зиму решили не ждать и уже мобилизовались для борьбы с тарифами. Сразу в нескольких городах люди вышли на акции протеста. Есть ли шанс добиться снижения цен? Разбирались мои коллеги. Эти женщины пришли с утра к оперному театру, но не на спектакль, а по причине более прозаичной. Здесь в палатках сегодня можно подписать требования к правительству, снизить коммунальные тарифы. Участники акции жалуются, приходится отказывать себе во всем, чтобы заплатить за газ, свет и воду. Почему нам увеличили эти тарифы? Зачем? Из чего мы должны платить их? Мы отработали всю жизнь. У меня 50 лет стажа. Чего я должна сейчас мучаться? И вот то, что там нам продлевают сейчас долги, так это что, мои прануки будут выплачивать еще долги? Я живу в двухкомнатной хрущевке. Дочка у меня спит с внучкой на одной кровати. Живем на мизере. Отказываем в рыбе, в твороге, в лекарствах нужных. Организаторы акции говорят, изучили тарифообразование и уверены, снизить цены реально. Допустим, газ для тарифа должен стоить не 7 тысяч, а порядка 3,5-3,6 тысяч. Электроэнергия, если привести ее в порядок, можно снизить порядка 40%. Нормы потребления газа, тепла взяты почему-то на основании выкладок 60-70-х годов и приравнены к Якутии, наша климатическая зона. В Днепре сопротивлялись тарифам на главной площади города. Установили палатки, где собирали подписи, несогласных с теми суммами, которые приходят в коммунальных платежках. Себестоимость газа, с учетом всех, скажем так, заработка, налогов и всего остального, она на сегодняшний день ровно в половину меньше, чем та цифра, которую нам предлагают. За несколько часов акции в Днепре свои подписи за снижение тарифов оставили более тысячи человек. Подписи будут отдаваться в Верховную Раду, где будут более детально и, надеемся, конструктивно рассматривать наши требования. Еще тысячу подписей собрали в Полтаве. Здесь недовольные тарифной политикой государства собрались возле областной администрации. Документы с требованиями и подписями отправят в Киев. Сегодня мы вернулись с резолюцией этих сборов до президента Верховной Рады, до главы Верховной Рады, до премьер-министра, в котором четко охарактеризовали наши требования. Две основные требования – это уменьшение тарифов, повернение их до начального станка. И другая требования – это подвышение зарплат, пенсий и социальных выплат. Представители Федерации и профсоюзов уже оформили эти требования как законодательные инициативы. Внесли в Верховную Раду два законопроекта о пересмотре тарифов и повышении минимальных пенсий и зарплат. Это два законопроекта. Они тоже подготовлены работодавцами и профсоюзами. Угодены экономически и они сопротивляют подвышению социальных стандартов минимум вдвое. Приведется до детонизации. Мы получаем серьезный импульс в национальной экономике. И получаем какую-то помощь для простых пересеченных граждан, что позволит сплачивать тарифы, в частности. В Кабмине, по словам Каплина, уже работают над новой стратегией начисления тарифов. Участники сегодняшней тарифной мобилизации дали чиновникам месяц. Если ничего не изменится, 17 ноября соберутся у стен Верховной Рады и будут требовать досрочных парламентских выборов. Необоснованность повышения коммунальных тарифов стала одной из тем сегодняшнего заседания Одесского облсовета. Еще летом, в преддверии отопительного сезона, за мораторий на повышение тарифов голосовали в Днепре, Житомире, Львове, Полтаве, Херсоне и Киеве. И вот в Одессе приняли обращение к правительству пересмотреть коммуналку. Голосование также проходило под аккомпанемент митингов. Кто и почему вышел на улицы здесь и за что в итоге проголосовали депутаты, расскажет Андрей Анастасов. У здания Одесского облсовета сразу несколько митингов. Больше всего ветеранов-афганцев и участников АТО. Приехали из районов рассказать о своих бедах. Не получают обещанные соцвыплаты, не могут воспользоваться льготами. Не выделяется материальная помощь семьям погибших. В первую очередь материальная помощь инвалидам. То же самое не происходит обеспечение жильем. То, что было, то же самое обещано. Депутаты обещают во всем разобраться и переходят к повестке дня. Первый вопрос о тарифах на коммуналку. Все фракции едины. Процесс подорожания услуг проходил непрозрачно. Но существует риск, что граждане просто перестанут платить по счетам, а коммунальные предприятия, соответственно, разорятся. С методом заболевания социальных вызовов, бережения мил и стабильности в Сусписке, просим вас, приятного, скасываю постановку национальной комиссии про запрошенные оборудованные тарифы для населения. Своё обращение депутаты адресуют к антимонопольному комитету и к самой комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Просят откорректировать тарифы до экономически обоснованного уровня. Все здесь находящиеся депутаты, которые общаются с людьми, понимают, что тарифы у нас на сегодняшний день несовместимы с жизнью. Поэтому я хочу, чтобы мы за этот вопрос проголосовали единогласно, потому что вопрос не политический и экономический, вопрос выживания людей. И депутаты голосуют единогласно. Далее рассматривают инициативу оппозиционного блока. Предлагают обратиться к президенту с просьбой отменить распоряжение губернатора Михаила Саакашвили. В мае тот в рамках закона о декоммунизации переименовал улицы и населенные пункты в области. Оппозиционеры утверждают во многих случаях, топонимы попали в список по ошибке. Кроме того, зачастую не было никаких общественных слушаний. В итоге это обращение поддержало абсолютное большинство депутатов. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. А в столице обсуждали зарплаты правоохранителей на коллегии МВД с участием премьера. Оклады сотрудников уголовного розыска уже повысили в три раза. Владимир Гройсман уверяет, что тенденция эта сохранится и в следующем году. Оперативники также получат и новую материально-техническую базу. Но в ответ премьер хочет видеть результат, в том числе и внутри системы. Ведь не секрет, что именно правоохранители часто причастны к контрабанде теневым схемам и коррупции. Я думаю, что мы в грудне месяце проведем встреч с вами. Еще одно, я хотел бы побачить желтый, листопад, реальные изменения в ситуации. Если у нас есть проблемы в стране с коррупцией, то кто у нас есть причиной этой коррупции? Украинский народ? Нет. Украинский народ? Митники, полицейские, службы безопасности, податковые, суды. Мы требуем от нас качественную, самовыданную работу. С самоотдачей и качеством работы пока сложновато. С начала года количество преступлений увеличилось почти на четверть. В столице на целых 50%. Раскрывается в Киеве только каждое восьмое дело. Этим также недоволен премьер. В МВД оправдывается, мол, на эти показатели влияет война, оккупация и законодательство. Принятый закон Савченко выпустил на свободу более 8 тысяч человек, и каждый десятый повторно совершил преступление. Даже если в документы внесут правки, ситуацию с преступностью это кардинально не изменит, убежден Аваков. Меня очень сильно беспокоит, об этом уже говорила и мне. Закон обратной силы не имеет, и поэтому в ближайший год-полтора мы будем иметь очень серьезный всплеск и вызов, связанный с тем, что рецидивисты выходят на свободу. Он предусматривает в освобождении из мест лишения свободы почти 50 тысяч осужденных преступников. Впрочем, рисуя мрачное будущее, связанное с законом Савченко, Аваков никак не прокомментировал, что мешает его подчиненным раскрыть наиболее громкие дела, среди которых резонансное убийство Шеремета и Бузины. Финансируют его ведомство исправно, а в следующем году обещают еще больше денег новым полицейским. А вот в Полтаве милиционеры-пенсионеры вышли на митинг. Они требуют пересчитать их пенсии в соответствии с новыми окладами, которые назначены полицейским. Насколько обоснованы их требования и как реагируют чиновники? Давайте узнаем. Майор в отставке Иван Кипкало 22 года прослужил в милиции. Сейчас получает 1800 гривен пенсии. Говорит, за такие деньги не прожить. И надеется, что ему проведут перерасчет пенсии по новым полицейским окладам. Сегодня он собрал еще около сотни единомышленников под зданием областного пенсионного фонда. Законом про пенсийное обеспечение предупреждено, что все пенсии, если произошло изменение хотя бы одного какого-то грошового утримания полицейского, должны быть перерахованы. 988-я постанова была принята в листопаде месяц, и там значительно были сближены все грошовые утримания для полицейского. В пенсионном фонде утверждают перерасчет пенсии не в их компетенции, поскольку сначала полицейским увеличили оклады и только потом уже приняли закон. Закон, который расповсюдил право на перерахунок пенсии, был принят уже после того, как были подвищены посадовые оклады национальной полиции. Об обязан перераховать пенсии выникает, если после принятия этого закона будет принята еще одна постанова про подвищение посадовых окладов. Ну и экс-милиционеры считают, чиновники намеренно создают бюрократические препятствия. Наша родная УВД не хочет выдавать доведки про перерахунок пенсий, ссылающись на то, что пенсионный отдел не направил списки. Сегодня вы решили забраться тут, чтобы пенсионный отдел направил списки, чтобы не каждый ходил по судам, судился. Несколько человек обратились в суд, и в двух случаях судьи уже вынесли решение. Одно дело выиграл экс-милиционер, а другое – пенсионный фонд. Но экс-милиционеры решили не ждать. 15 человек прямо в актовом зале отделения пенсионного фонда объявили голодовку. Требуют встречи с руководством главка нацполиции области. Егор Логинов, подробности, телеканал Интер, Полтава. Человек на своем месте, командир роты патрульной полиции, спас жизнь пострадавшему в аварии. Это произошло в Ривне. Андрей Лесничук сопровождал на служебной машине скорую, которая ехала на вызов за город. Там на трассе столкнулись иномарка и маршрутка. Несколько человек получили травмы. Чтобы попасть на место аварии, скорой необходимо было развернуться и потерять несколько ценных минут. Поэтому лейтенант выскочил из машины, пересек трассу и бросился к мужчине, который пострадал больше всех. Свидетели аварии уже успели наложить ему жгут, но сделали это неправильно. Тогда полицейский затянул свой, который сохранился еще со времен АТО, и остановил кровотечение. Боевики возобновили обстрелы под Донецком. В Авдеевской промзоне военные насчитали около 100 взрывов, снарядов, минометов и гаубиц. Под огонь попали и местные жители. С места событий, с подробностями Ирина Баглай. Выбитые окна, разбитые заборы. С 14-го года на этой улице, на окраине Авдеевки, слышали лишь отдаленные звуки войны. Но вот уже вторые сутки под домами рвутся мины. Поначалу, как была война, тогда вот на огородах у нас повзрывалось, а везде. Такого у нас разрушения не было. Шесть мин, предположительно 82-го калибра, разорвались прямо под окнами домов. Несмотря на боевые действия, здесь под обстрелами подрастает уже новое поколение войны. Малыши с первых секунд реагируют на обстрелы. Плачет и сразу текает. Кричит бабах и все. В комнату текаем. Стараемся присесть и текать в комнату. Как только взрывы стихли, люди бросились на помощь друг другу. Юрий до сих пор не пришел в себя. В доме испуганная бабушка-сердечница. А перед их домом вынесла железные ворота. Только с гаража вышел. Ну так не успел закрыть. Как улепило, как я закрыл. Этой ночью после двухнедельного артиллерийского затишья боевики ударили из гаубиц и минометов. Основной удар пришелся по авдейской промзоне. Десантники насчитали до сотни снарядов. Утром снова обстрел, но уже из малокалиберного вооружения. На окраинах Авдеевки на перестрелку уже даже не реагируют. Готовятся к ночи. В подвалах прятаться не рискуют. Боятся, что завалит. Болимся Бога. Просим, пожалуйста, дай ему ма. И чем, и чем. У ма. Хоть чуть-чуть. Вот так вот. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Ситуацию на Донбассе Петр Порошенко обсуждал и в Брюсселе, куда он отправился сразу после Берлина. Говорил он и с генсеком НАТО. Йенс Столтенберг, в частности, заявил, что Альянс полностью одобряет разработанную нормандской четверкой дорожную карту выполнения минских соглашений. Но до встречи с генсеком НАТО у Петра Порошенко был еще целый ряд важнейших переговоров. Обо всем расскажет наш европейский корреспондент София Гордиенко. Она с нами на связи. София, здравствуй. Расскажи о результатах встреч президента. Насколько они продуктивны, учитывая плотность его графика? Добрый вечер, Наталья. Как выживают главы государств в таких разъездах, мне лично понять сложно. Но после окончания заполночь в Берлине переговоров нормандской четверки сегодня ранним утром. Петр Порошенко уже на крыльце Европарламента встречался с Мартином Шульцем. Оба, похоже, были в отличном расположении духа. Даже перед тем, как приступить к делам, полюбовались утренним Брюсселем. Сегодня просто исключительный рассвет в Брюсселе. А я здесь никогда не был в это время. Список обсуждаемых тем, он без изменений. Петр Порошенко просит никак не тянуть с безвизовым режимом и ратификацией соглашения об ассоциации. У ЕС к нам свои вопросы. Это не тайна, но Европа пытается все-таки склонить Украину к тому, чтобы минский процесс был ускорен и выборы на оккупированных территориях состоялись. Наш ответ прост. Выборы возможны только в том случае, если у них есть хоть какой-то шанс быть объективными и хоть как-то вернуть контроль хотя бы над границами. Об этом Петр Порошенко четко сказал после встречи. Наша позиция полягает в том, что все иноземные сбройные подразделы должны быть выведены безумовно до проведения выборов, что есть необходимой условией для проведения выборчего процесса. После Петра Порошенко отправился в голландский Мастрих, куда съехались на саммит Европейской народной партии лидеры и руководство ЕС. И здесь глава нашего государства многое успел. Он встретился с венгерским президентом Виктором Орбаном и поблагодарил за то, что его страна регулярно принимает наших военных на лечение и выделала даже почти 4 миллиона евро гуманитарной помощи. Также виделся с новоиспеченным премьером Словакии Андреем Планковичем, который еще недавно возглавлял комитет друзей Украины в Европарламенте и был частым гостем в Украине. У тех, кто болеет за нашу страну, позиция четкая. Надо продолжать давление на Россию, если страсти на Донбассе не улягутся. И открыть для украинцев двери в Европу. Об этом говорят все. Также говорят и о действиях России в Сирии. Я был на протяжении многих лет включен в отношения с Украиной. Мы обсуждали этот вопрос сегодня на саммите Европейской Народной Партии. И, конечно, ожидаем либерализации визового режима для украинских граждан. Я буду убеждать в том, что все новые возможности открыты для Европейского Союза, включительно с новыми санкциями. Особенно из-за действий России в Сирии. Но вообще большая интрига сегодняшнего саммита это то, что Марк Рютто, премьер Нидерландов, должен будет сказать что-то по поводу ратификации соглашения об ассоциации. После знаменитого референдума, на котором голландцы сказали этому документу нет. Его решение ждет не только официальный Киев, но и Брюссель. Так что не исключено, что сегодня вечером лидеры Украины и ЕС снова будут проводить переговоры. Я не могу предвидеть, что скажет премьер Нидерландов в Совете Европы. Есть у него решение или нет. Но я могу подчеркнуть, что президент Юнкер и президент Туск находятся в регулярном контакте с президентом Порошенко. И я думаю, что они найдут способ поговорить друг с другом после Совета Европы. В эти минуты закончилась встреча Петра Порошенко с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они говорили о комплексном пакете помощи, который был одобрен союзниками в июле на Варшавском саммите НАТО. Этот пакет по значимости сравнивают с соглашением об ассоциации. И речь идет о реформировании оборонной отрасли, медицины, внедрении новейших технологий. Скорее всего, наши достижения в этих сферах, как и ситуация на Востоке Украины, конечно же, станут главными темами встречи. Студия. Спасибо, София. София Гордеренко о результатах встреч Петра Порошенко в Брюсселе. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Мусорный вояж. На какой еще свалке обнаружили львовский мусор? От ибаты шли дебаты. Чем кандидаты в президенты США поливали друг друга в Лас-Вегасе? Доведенные до отчаяния жители Днепра провели митинг у стен Гурсовета. Люди, которые проживают в нескольких сотнях метров от полигона, пришли требовать его закрытия. Свалка, забитая до отказа, совсем недавно пополнилась еще и львовскими отходами. Услышали ли протестующих чиновники в материале наших корреспондентов? Утро 20 октября. Для жителей Днепровского микрорайона Деевка началось протеста. Люди вышли к зданию Гурсовета Днепра с плакатами. Требуют немедленно закрыть мусорный полигон. Утверждают, другого выхода не видят. Жить и дальше, рядом с огромной свалкой, нет ни сил, ни здоровья. Виктория, частые болезни дочери, связывает с неблагоприятной экологией. Мы заем анализ крови мочи, нам говорят, что вы живете в Деевке, ну так, извините, смотрите на анализ. У вас такая экология. Там у нас заводы, извините, там у нас мусорник. Полигон Правобережный сдали в эксплуатацию в 2012 году. Местные утверждают, согласия на его открытие у людей не спрашивали. С того времени спокойная жизнь закончилась. Свалка находится всего лишь в 500 метрах от их домов. Это нарушение санитарных норм. Независимо от времени года, в воздухе устойчивый запах гниющих отходов. А этим летом сюда начали вывозить еще и мусор из Львова. Когда жители стали разбираться, выяснилось, что местное коммунальное предприятие, которому принадлежит полигон, еще до пожара на свалке в Грибовичах, подписало договор со львовским предприятием по утилизации отходов. В целом, за месяц полигон в Деевке принял более 9 тысяч тонн мусора из столицы Галичины. Коммунальщики даже пытались обвинить ситуацию самих горожан. Мол, днепровцы мало платят за вывоз мусора. Вот и приходится зарабатывать на содержании свалки, утилизируя львовские отходы. Тогда жители микрорайона перешли к радикальным действиям. Перекрыли трассу на Кривой Рог. После бунта мусоровозы со львовскими номерами в Деевке больше не появлялись. Но полигон так и не закрылся. Все вопросы, которые мы тогда решили, как бы нам было обещано, но ничего пока не сделано. Люди болеют, страдают. Я считаю, что это все нужно решать и делать очень быстро. Но торопиться городские чиновники не стали. Сегодня на сессии Гурсовета приняли решение закрыть правобережный полигон. Но срок определили до 2020 года. А до тех пор будут искать инвестора для строительства альтернативной площадки для утилизации отходов. Будет проходить поиск места под полигон, который будет находиться за межами населенного пункта. Мы планируем в 2017 году уже выделить первые деньги на проектирование этого полигона. И дай бог, если будет еще возможность, возможно, это будет какой-то инвестор, который сможет построить мусоросжигательный завод. Но жители Диевки праздновать победу не спешат. В лучшем случае дышать отравленным воздухом им еще минимум три года. Поэтому люди намерены требовать ускорить процесс ликвидации свалки. Говорят, в следующий раз к стенам Гурсовета приведут и детей. Ольга Иванченко, подробности телеканал Интер, Днепр. В Киеве презентовали инновационную онлайн-платформу для перевозчиков A2B Direct. Идея создания этого сервиса принадлежит бывшему министру транспорта, бизнесмену Евгению Червоненко. Программа эта позволяет перевозчику и владельцу груза общаться без посредников. Она обеспечивает весь документооборот, а также страховое и юридическое сопровождение. С октября платформа работает в тестовом режиме, а уже в следующем году она будет доступна для пользователей ближнего зарубежья. Регистрируется в системе только истинные владельцы грузовиков, у которых это собственность или аренда, с паспортом совсем. Кроме этого, существует рейтинг, который говорит, ты добросовестный участник рынка. Это ставят грузодержатели другие. Точно так, как грузоперевозчик ставит рейтинг грузодержателю. А в Европе бастуют авиаперевозчики. Бортпроводники немецкой авиакомпании «Евровинкс» дочернего предприятия «Люфтганзе» объявили двухнедельную акцию протеста. Сотрудники требуют такие же условия труда, как и в материнской компании. О запланированной стачке сообщили в независимом профсоюзе. Бортпроводников начнут бастовать в понедельник, 24 октября. Протестующие требуют гарантии сохранения рабочих мест, лучшего пенсионного обеспечения и долевого участия в сверхприбыли этой фирмы. Традиционно во время забастовки часть сотрудников авиалиний не выходит на работу, поэтому отдельные рейсы могут отменить либо задержать. Об этом сообщат на сайте компании немного позднее. На акцию протеста вышли и европейские правозащитники. Они требовали изменить миграционную политику для беженцев. Перед зданием Совета ЕС в Брюсселе они разложили десятки спасательных жилетов, которые мигранты оставляли в конце морского пути в Европу на берегах Греции. Правозащитники говорят, что отказывая в помощи беженцам, Евросоюз усугубляет ситуацию. Тысячи людей гибнут в море по дороге в Европу. Свой митинг правозащитники приурочили и к началу саммита ЕС. Европейские лидеры собрались в Брюсселе, чтобы обсудить не только миграционную политику, но и также санкции против России и дальнейшие отношения с Великобританией. Впервые после Брекзита на встречу приехала новый британский премьер Тереза Мэй. Говорили здесь и об Украине. Чего нам ждать от этих двухдневных переговоров? Узнаем от Светланы Чернецкой. Новенькая в Брюсселе Тереза Мэй впервые окажется в компании лидеров стран Евросоюза. Причем столица ЕС ей хорошо знакома. Она не раз приезжала сюда в качестве министра внутренних дел Великобритании. Дебютирует Мэй не в самых комфортных условиях. Лондон здесь считают предателем, сбежавшим в момент кризиса. И особо церемониться с британским премьером не собираются. Впрочем, строгая и жесткая Мэй хорошо понимает, чего ждать от коллег. И настроена убедить их, что процесс развода может пройти безболезненно, конструктивно и гладко. Великобритания покидает ЕС, но мы будем полноценным участником до тех пор, пока не выйдем. И останемся сильным надежным партнером, когда уйдем. В наших общих интересах и Британии, и ЕС продолжат тесное сотрудничество. Свои аргументы Мэй представит коллегам чуть позже, после рабочего ужина. Слово ей дадут за чашкой кофе. А главными темами саммита глава ЕС Дональд Туск определил миграцию, торговлю и отношения с Россией. Стратегию поведения с Москвой обсуждают в эти минуты за ужином. В повестке дня и возможность введения новых санкций против России за отказ сотрудничать по Сирии. Сегодня мы не говорим о решениях, но я хочу подчеркнуть, что ЕС должен рассматривать все имеющиеся возможности, в том числе и санкции, если преступления продолжатся. Мы с канцлером Германии настаивали, чтобы Владимир Путин выполнил свои обязательства, то есть соблюдалось перемирие, были прекращены бомбардировки, вместо действий в поддержку сирийского режима. Таким образом, все варианты открыты, пока не уважается перемирие. Конечно, лидеры ЕС не обойдут вниманием действия России на востоке Украины, заслушают результаты вчерашней встречи Нормандской четверки. В рамках этой дискуссии выступит и премьер Нидерландов. Он расскажет о перспективах ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Напомню, граждане Нидерландов не поддержали ассоциацию на апрельском референдуме. И теперь необходимо понять, как и мнение голландцев учесть и соглашению дать ход. Завтра второй и завершающий день саммита. Завтра же подведут официальные итоги встречи. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. И еще один форум в Брюсселе. Тугеда. Встречу эту организовали европейские социал-демократы. Украину представлял нардеп Николай Скорик от оппозиционного блока, который входит в группу социалистов в ПАСЕ. По его словам, участники обсудили идею объединения Европы, чтобы противостоять новым вызовам. Это не только вопросы единого рынка и экономической глобализации, но также и соцзащиты, и общечеловеческих ценностей. А вот как Украине преодолеть вызовы в свете ее евроинтеграции, прокомментировал Николай Скорик. Наша главная задача остается это приведение наших стандартов и демократических, и юридических, и социальных к стандартам Европейского Союза. В всех тех проблемах, которые стоят перед стороной членства в Евросоюзе, это наша стратегическая цель. Другой вопрос, что власть, действующая власть, не делает для этого фактически ничего, а прикрывает свое бездействие и свою некомпетентность таким мифическим движением к Европе, чего в действительности не происходит. Америка сегодня переваривает последние, третьи президентские дебаты, их итоги и громкие слова, которые оба кандидата, не стесняясь, сказали друг другу. За что Клинтон назвала Трампа самым опасным человеком из тех, что баллотировались, и почему он отозвался о конкурентке, как о мерзкой женщине. Мой коллега Дмитрий Анопченко видел политическое шоу в Лас-Вегасе. Выступление в Вегасе в Америке означает, что ты уже достиг пика карьеры, пережил взлеты и падения, и готов к самому главному шоу в своей жизни. Это золотое правило любого артиста теперь можно и к политикам применить, ведь они решили именно здесь, в последний раз за эту гонку, встретиться лицом к лицу. Искушенная публика, которая тут, в Вегасе, ни один боксерский поединок видела, и на дебаты собиралась в предвкушении боя, мол, посмотрим, кто кого. Группы поддержки кандидатов развели в разные части зала, чтобы даже случайно не пересеклись. Этого потребовала Хиллари. И на сцене оба соперника не просто обошлись без рукопожатий, но даже не поздоровались. Модератор начал дебаты, и тут Америка впервые увидела другого Трампа, непривычно собранного, спокойного, говорящего по делу и не перебивая. Комментаторы из обоих лагерей позже скажут, что это были самые сильные его дебаты. 26 минут кандидаты дискутировали о проблемах страны, оружии, абортах и миграции, не задевая друг друга лично. Рекорд для этой кампании. Зрители в пабах, где собрались сторонники кандидатов, даже заскучали, но затем и Трамп и Хиллари дали им повод выплеснуть эмоции. Россия хотела бы получить марионетку в качестве президента США. Никаких марионеток, это ты марионетка. С этого момента конкурентам было уже недолюбезности. Трамп, отвечая на вопрос по поводу обвинения от женщин в непристойном поведении, был прямым и резким. Мол, тех, кто делал эти заявления, он знать не знает, но кто за ними стоит, ему понятно. Я подозреваю, откуда они взялись. Думаю, ее кампания все организовала. Хиллари не мешкала с ответом, сказав противнику, мол, ты самый опасный кандидат, когда-либо баллотировавшийся в президенты. И что, ядерную кнопку тебе доверять нельзя? Сторонники кандидатов в этот вечер чуть не передрались. Так много для этого поводов давали те, кто стоял на сцене. Так много было едких слов и резких фраз. Под конец дебатов Трамп, то ли забыв, что у него микрофон включен, но скорее уже просто не скрывая чувств, прокомментировал речь Клинтон. Какая мерзкая женщина! Час на повышенных тонах, и кандидаты ушли со сцены. А их команды объясняли прессе, что означают слова, сказанные во время дебатов. Дональд Трамп-младший пояснил, почему отец не ответил прямо. Признает ли он результаты выборов? Я думаю, мы должны это сказать. Мы хотели честной битвы, но это не честный бой. Команда Клинтон устами Джесси Джексона обвиняла Трампа. Мол, так он хочет свой проигрыш оправдать. Когда он не выигрывает, то всегда все подстроено. Он просто не хочет играть ни по каким другим правилам, кроме своих собственных. В этот вечер политики так много обидных слов сказали друг о друге, что их фразы и шутки люди даже на улицах пересказывали. Крупные денежные выигрыши тут так активно не обсуждают, как президентские дебаты. И на самом деле это ведь иллюзия, что в Вегас едут только за выигрышем и деньгами. Если бы это было так, то никто из тех, кто проиграл, не вернулись бы. А они здесь снова и снова. Правда в том, что Вегас дает людям самый сильный в мире наркотик эмоции. И неважно, эмоции проигрыша или выигрыша, плохие эмоции или хорошие. Этих самых эмоций президентские дебаты дали всей стране так много, что ей теперь понадобится не один день, чтобы окончательно все взвесить и решить, за кого она будет голосовать. Из Лас-Вегаса Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Венгерские спецслужбы задержали подозреваемого в организации взрыва в Будапеште 24 сентября. Местные здания сообщали об этом еще накануне, но официально арест подтвердили только сейчас. Задержанный гражданин Венгрии ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По информации местных СМИ, у мужчины проблемы с психикой. Взрыв в Будапеште, напомню, произошел в ночь с 24 на 25 сентября. Тогда пострадали двое полицейских, которые хотели проверить содержимое черного пакета. Как одно фото круто изменила жизнь парня из Пакистана. Почему в Каталонии вернули кориду и кто разливает в Лондоне бесплатное пиво? Об этом и не только в нашем обзоре. Корида вернулась в Каталонию. Конституционный суд Испании отменил запрет на бои быков в автономном регионе. Восемь судей проголосовали за такое решение, трое против. По мнению служителей Фемиды, запрещать кориду не имели права, так как это часть испанского культурного наследия. Парламент Каталонии проголосовал за табу на кориду в 2010-м. Через два года запрет вступил в силу. Девять месяцев за решеткой условно получил австрийский полицейский. На пограничном пункте Никельсторф он поприветствовал водителя из Венгрии фразой «Хайль Гитлер». На суде сказал, что его неправильно поняли. Тем не менее, полицейского обвинили в пособничестве национал-социализму. С 1947 года за такие преступления в Австрии дают 10 лет тюрьмы. Всего одно фото и обычный продавец чая стал селебрити в Пакистане. 18-летнего Аршада Хана сняла на рынке профессиональный фотограф Джиа Али. Фотография голубоглазого парня моментально собрала 16 тысяч лайков и 2000 комментариев в соцсетях. Снимок стал вирусным. Хана позвали работать в престижное модельное агентство. Теперь продавец демонстрирует одежду самой популярной сети бутиков Пакистана. Съезд клоунов прошел в Мексике. Лецидеи играли на музыкальных инструментах, ходили на ходулях, жонглировали и демонстрировали различные фокусы. Так они ответили страшным клоунам, которые недавно пугали людей по всему миру. Мексиканские хохотуней своим примером хотели показать, что миссия цирковых артистов – нести добро. Добро, но иное будут нести в Лондоне. Уже завтра там откроется паб с бесплатным пивом. Обустроили пивную в сарае размером 2 на 2 метра. Внутри будет стойка и аппарат для разлива крафтового пенного. Наливать бесплатно будут до конца месяца. В помещении могут находиться не более трех человек. И все они должны выключить смартфоны. Идея паба – хоть на время отдохнуть от мегаполиса. Горилла Кумбука из лондонского зоопарка ушла в запой на воле. Смотрители зверинца выяснили. Во время побега из вольера животное выпило 5 литров черносмородиновой эссенции, из которой изготавливают алкогольные напитки. Эту жидкость Кукумба нашла в подсобке для персонала зоопарка. Под мухой обезьяна далеко не ушла. Гуляла по территории, пока ее не нашли смотрители и не поместили назад в вольер. И еще одна информация, но вовсе не из разряда курьезов. Псевдо-государственное образование разоблачили сотрудники СБУ в Черниговской области. Титульный суверенный народ Украины. Так называлось это объединение. В его рамках были созданы властные структуры, судебные и правоохранительные органы, финансовые учреждения. Мало того, отпечатали даже так называемые паспорта человека коренного народа Украины. Тем, кто получит такую бумажку, обещали освобождение от уплаты налогов и коммуналки. Гарантировали, что их не будут судить по украинским законам. Пытаясь получить признание, лидеры объединения организовали переписку с органами государственной власти и даже посольствами. Во время обысков в квартирах и офисах оперативники изъяли уставы, бланки паспортов, водительские права и номера для автомобилей, печати, банкноты собственного образца. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй уже завтра в пятницу. И подробности и ток-шоу «Черное зеркало» для вас проведет Алексей Лихман. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова